В год Олимпийских игр глашатая разносили по городам Эллады радостную весть. Все в Олимпию. Священный мир объявлен. Дороги безопасны, да победят сильнейшие. На знаменитых Олимпийских играх состязались в силе и ловкости борцы, бегуны, метатели копий и дисков, кулачные бойцы, прыгуны. Игры проводились один раз в четыре года, в самый разгар лета. На время игр запрещались войны между враждующими греческими полисами. В Олимпию городок, расположенный в Южной Греции, добирались морем или сухопутными дорогами. Приезжали сотни участников и тысячи зрителей изо всех полисов Эллады, включая колонии. Первые Олимпийские игры состоялись в 776 году до н.э. В состязаниях могли участвовать все свободные греки. Бедные и богатые, знатные и незнатные. Однако женщинам запрещалось присутствовать даже в роли зрительниц. Олимпийские игры были посвящены Зевсу. Это был чисто мужской праздник. Рассказывали, что самая смелая гречанка, надев мужскую одежду, тайно проникла в Олимпию, чтобы взглянуть на выступление сына. Когда юноша победил, его мать в восторге бросилась к нему, и все поняли, что перед ними женщина. Несчастную должны были казнить, но из уважения к ее сыну победителю помиловали. Почти за год до начала игр все участники обязаны были приступить к тренировкам в своем родном городе. День за днем 10 месяцев подряд неустанно упражнялись атлеты, а ровно за месяц до открытия игр им надлежало прибыть в Южную Грецию и там поблизости от Олимпии продолжить подготовку. Участниками игр обычно становились зажиточные люди. Бедняки не могли тренироваться долгими месяцами. Олимпийские игры продолжались 5 дней. В первый день атлеты приносили жертву богам, давали клятву бороться честно. Судьи клялись выносить справедливые решения. Следующие три дня отводились состязанием. Большинство состязаний проходило на стадионе. Места зрители занимались ночи. Однажды какой-то старик опоздал и никак не мог найти себе место. Казалось, никто не замечал его, но вот он приблизился к той части стадиона, где сидели спартанцы. Все они дружно встали, чтобы уступить место пожилому человеку. И тут весь стадион стал хлопать в ладоши, одобряя поступок спартанцев. Старик же произнес, все эллины знают правила приличия, но следуют им только спартанцы. Одно из главных состязаний – пятиборье. Начиналось с бега. Атлеты выступали обнаженными. Встав на дорожки друг подли друга, они ждали сигнала. Того, кто не дождавшись раньше времени срывался с места, судьи больно били хлыстами. Затем состязались в прыжках в длину. Для усиления толчка атлеты пользовались гирями. Отталкиваясь от земли, прыгун резким движением выбрасывал вперед руки, в которых были зажаты гири. Метания копья и диска были третьим и четвертым видом состязаний в пятиборье. Пятым состязанием была борьба, где проявлялась сила и ловкость атлетов. Борцы использовали подножку, захваты рук и шеи. В начале схватки они стремились вывалить друг друга в пыли, чтобы намазанное оливковым маслом тело стало менее скользким, и легче было сделать захват. Для победы требовалось, чтобы упавший противник трижды коснулся земли плечом, бедром или спиной. Интерес зрителей на Олимпийских играх также вызывали кулачный бой, бег с оружием и другие состязания. Захватывающим зрелищем были гонки колесниц, а они устраивались на ипподроме. По сигналу трубы возничие взмахивали конутами, и колесницы, запряженные четверками коней, устремлялись вперед. Участвовали в гонках только очень богатые греки. Иметь беговых лошадей стоило дорого. При этом владелец упряжки мог сам не управлять ею, а нанять возничего. Но если кони приходили первыми, то именно ему, а не возничему, присуждалась победа. На гонках колесницы должны были 12 раз обогнуть ипподром. В других местах ипподрома, имевшего овальную форму, стояли поворотные столбы. Чтобы сократить расстояние, каждый возничий стремился на повороте проехать как можно ближе к столбу. Нередко колесница, задев за стол, переворачивалась, а сзади напирались соперники. Колесницы сталкивались, возничие получали увечья и раны. В пятый, заключительный день игр перед храмом Зевса, ставили стол из золота и слоновой кости. На нем лежали награды, венки из ветвей оливы. Победители один за другим подходили к главному суде, который возлагал на их головы наградные венки. Глашатай объявлял имя атлета и называл его родной город. А зрители восторженно кричали «Слава победителю!» Самым прославленным среди борцов был Милон. Еще подростком он ежедневно поднимал теленка и носил его на своих плечах. Со временем теленок превращался в быка, а Милон – в первого силача Эллады. Шесть раз подряд он становился победителем Олимпийских игр. Был случай, когда отказались с ним состязаться, и ему присудили победу. Без борьбы. Но когда Милон отправился к судьям за оливковым венком, он подскользнулся и упал. Зрители захохотали, требуя лишить Олимпийской награды того, кто падает на ровном месте. «Да, я упал, но лишь один раз», – гордо заявил Милон. «Кто из вас бросит меня на землю еще два раза и станет победителем?» Желающих принять вызов не нашлось. Повсюду в Греции рассказывали о подвигах Полидама. Этот атлет одной рукой удерживал за кольцо колесницу, запряженную четверкой лошадей. Однажды, гуляя по склонам горы Олимп, он встретил свирепого льва и, подобно Гераклу, задушил его. Знаменитый бегун и кулачный боец Феоген уже в детстве был не по годам силен. Возвращаясь из школы, он унес с рыночной площади понравившуюся ему бронзовую статую. Мальчика наказали, заставив отнести тяжеленную статую на прежнее место. А молва об этом поступке распространилась по всей Греции. Когда победитель возвращался домой, все горожане выходили ему навстречу. Атлет в пурпурной одежде подъезжал на колеснице к главному храму, где приносил свой венок в дар богам. Победителю родной город ставил статуи и до конца жизни кормил его бесплатными обедами. Лучшие атлеты Греции участвовали в состязаниях восьми, а то и в девяти Олимпийских играх. По словам древнего писателя, они рассматривали состязания как подготовку к войне, а войну – как подготовку к состязаниям. Слава об Олимпийских играх и выдающихся атлетах пережила века.